Здравствуйте! Вы на канале NetVox и с вами я, Болотников Антон. Хотелось бы начать сегодняшнее видео с небольшого лирического отступления. На момент записи этого ролика количество подписчиков перевалилось за 500. И в глобальном смысле это не такое же большое число, но тем не менее. Важно понимать то, что наш контент полезен и мы создаем его не просто так. Естественно, есть к чему стремиться, есть что исправлять, и мы постоянно над этим работаем. И за это хочется поблагодарить и вас, за ваши комментарии, за ваше подбадривание, за вашу критику. Это важно, и мы в любом случае к этому прислушиваемся. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите и участвуете во всем этом процессе. А вот теперь можно перейти к основной теме видео. Основная тема это аудиоформаты. Хочется определить, где же находится та самая золотая середина. Разговоров на эту тему было уже огромное количество, но почему-то тема до сих пор остается открытой. И для начала хотелось бы разобрать такое понятие, как Hi-Res Audio. Вообще, Hi-Res Audio это музыкальные файлы высокого разрешения. А какого-то точного определения, что такое высокое разрешение, нет. Всеобще принято считать, что высокое разрешение это то, что по своему качеству лучше, чем в Audio CD. А Audio CD по битрейту, напомню, это 1411 кбит в секунду. И вот здесь уже возникает интересный вопрос. Получается, что далеко не весь флаг можно отнести к Hi-Res Audio. Так как флаг начинается с 900 кбит в секунду. Но эту мысль мы пока что запомним и перейдем дальше. Также на наушниках, усилителях, плеерах есть наклеечки Hi-Res. И более того, это не просто наклеечки, а есть целая процедура. По результатам которой аппарат устройства может получить этот сертификат Hi-Res. И если мы говорим о плеерах, то да, это вполне оправданно, потому что в плеере есть начинка, которая либо же справляется с этими файлами высокого разрешения, либо же нет. К усилителям это тоже можно кое-как отнести. А какие критерии есть для наушников, для того, чтобы они получили этот самый сертификат, до сих пор непонятный. И внятного ответа до сих пор нет. С темой Hi-Res напрямую связаны такие форматы, как FLAG и DSD. И естественно, все должно быть просто. Чем выше битрейт, тем лучше качество звучания. И вопрос, почему при этом столько людей, которые действительно любят музыку, переходят на стриминговые сервисы, где качество валируется от 256 до 320 кбит в секунду, в лучшем случае. И более того, даже современные, далеко не самые дешевые плееры, переходят на Android и поддерживают эти самые стриминговые сервисы. Объяснить хочется на немного отстраненном от звука примере. Есть две машины. И единственное их различие, это то, что в одной мощность 300 лошадиных сил, в другой 1000 лошадиных сил. Насколько легко можно будет определить по динамике машины, какая из них мощнее? Я думаю, что абсолютно без проблем, и любой человек, даже далеки от этого, скажет, что машина, у которой 1000 лошадиных сил, она, естественно, быстрее едет. Намного быстрее. Но такой разницы нет в сравнении MP3 и FLAG. Да, естественно, на определенном уровне техники это различие можно будет найти. Но если мы говорим о чем-то более простом, то есть, условно говоря, наушники за 100 долларов и источник приблизительно за те же деньги, и эта разница уже не настолько очевидна. Естественно, если мы говорим о плеере за 1000 долларов, то хранить музыку там в MP3 будет, ну, как минимум, очень неправильно. Но в потребительском сегменте вопрос не настолько однозначный. DSD. Что это вообще такое? Это однобитный аудиоформат, который получается путем конвертирования аналогового сигнала в цифровой путем дельта сигма модуляции. Звучит это очень запутанно, поэтому проще. Это формат, который по своей плотности в разы превосходит аудио CD. Соответственно, и по своему качеству он должен быть намного лучше, чем MP3. Так оно и есть. Но возникают уже другие трудности. Во-первых, ЦАП вашего устройства должен уметь правильно и корректно работать с файлами DSD без каких-либо искажений. И второе, это само качество файла DSD. Кем оно было сделано, как оно было сделано и какой был изначальный источник. Естественно, если у вас есть хороший источник, например, xdo, xd05, хорошие наушники, и вы понимаете, что ваш файл в DSD действительно качественный, то почему бы и да? Вы действительно почувствуете разницу по сравнению с обычным MP3. Но опять-таки, это при условии того, что есть хороший источник и есть нормальный файл. Итак, мы подходим к самому главному вопросу. Как добиться лучшего качества звука? Все очень просто и банально. Если у вас наушники за 20 долларов, купите наушники за 40 долларов. И это решение даст вам намного больший прирост, нежели перевод всей вашей медиатеки из MP3 во флаг. Если у вас уже наушники более высокого уровня, но тем не менее вы хотите слушать именно с телефоном, есть Bluetooth-ресиверы, в которых уже встроены достаточно хорошие ЦАПы, операционные усилители, и не просто как маркетинговый ход, а действительно устройства, которые могут сделать звук телефона лучше. Если же мы пойдем еще дальше, есть внешние ЦАПы, о которых мы также недавно говорили, и тоже ссылочка будет. Это устройства, которые используют ваш телефон просто в качестве транспорта. То есть по microUSB Type-C звук передается на этот самый ЦАП, и он полностью занимается обработкой и усилением звука. Соответственно, вы получаете еще больший прирост. И для того, чтобы подвести итог, естественно, MP3 это далеко не самый лучший, далеко не самый правильный формат, но тем не менее для среднебюджетной техники его достаточно. И в общем-то на этом, наверное, все. Если какие-то вопросы будут, естественно будут, пишите в комментариях. Вам большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если совсем не согласны, ставьте дизлайк. Комментируйте, и до скорых встреч.